Раздел четвертого дома называется «О родителях». О родителях. Там совершенно другие алгоритмы и очень ценные. О родителях. То есть, что мы должны с вами просчитать, чтобы, ну, посмотреть через свою натальную карту, как мы погубили своих... Может, не погубили, погубили это как бы образно, а может и погубили, кто как, да, своих папу, папу с мамой. Для этого нам сейчас нужно нарисовать принципиальную схему. Давайте нарисуем схему, по которой мы поймем, как рассуждают астрологи. Потому что астрологи рассуждают не так, как обычные люди. Это очень важная тема будет, особенно если вы уже рожать не собираетесь, но ваши дети сейчас находятся в детородном возрасте, и у вас будет очень важный аргумент на тему, надо ли им еще раз стать родителями, ну, то есть, рожать ли им еще детей, или можно уже как бы на том, что есть, на том, кто есть, остановиться и больше не рожать. Значит, как выглядит привычная схема? Она выглядит так, что папа и мама, объединившись по жизни, они дают жизнь новому человеку. И обычный взгляд, он такой, что родители, родители, они оказывают влияние на судьбу ребенка. Родители. Что мы во власти наших родителей, и как бы они определяют наше будущее, нас воспитывают, дают нам образование и все остальное. Так думают люди. Что думает по этому поводу астрология? Астрология говорит, все в точности до наоборот. Не родители влияют на судьбу ребенка, а ребенок своей натальной картой перекореживает биографии папы и мамы. Мы, появившись на свет, видоизменяем судьбу наших родителей в лучшую или в худшую сторону. Совершенно все наоборот. Обычная точка зрения и астрологическая, они в корне, в корне отличаются. Итак, еще раз. Натальная карта ребенка, причем если несколько детей, то родители как футбольный мяч, переходящий от одного футболиста к другому. То есть, первый ребенок папе улучшил, маме ухудшил, потом родился еще, и может быть все наоборот. Папе станет лучше, а маме хуже. Ну, короче говоря, это каждый раз меняется. Вы, чтобы понять, зря вы старались или нет, вам надо взять не свою карту будет для этого, а чью? Ваших детей. И там вы увидите, что ваш ребенок либо вас вот так до небес поднял, либо вы рухнули после его рождения, и все пошло намного в жизни хуже. То есть, вот так рассуждает астрология. Дети видоизменяют судьбу родителей, а не наоборот. Но дети об этом не знают. Родители, естественно, тоже не догадываются. Все думают, что это вы влияете на ваших детей. А это они влияют на вас. А вот как они влияют на вас, это специальный алгоритм. Очень интересный. Там небольшой расчет, даже в баллах. То есть, вы с мужем будете беседовать не так, ну как, абстрактно, а с цифрами в руках. С цифрами в руках, говоря мужу, что ты посмотри, как тебе стало хорошо, и как мне стало плохо. Да, с цифрами в руках вы докажете. Особенно интересно, когда несколько детей, потому что там каждый раз мяч, мяч это вы и ваш муж, переходит к новому игроку, и игра меняется. Если ребенок только один у вас, то что там у него есть, то и есть. Других данных нет. Если там плохо будет, значит, надо было что тогда? Еще второго. Да, рожать второго. А если там хорошо, то как бы рожать больше никого было не надо, но для этого нам надо посчитать. Скажите, а чью судьбу вы увидите в ваших гороскопах? С родителями. Да, как вы видоизменили судьбу ваших родителей, и стало ли им на свете лучше, или стало тяжелее? Что хотели спросить? Приемные дети. Про приемных детей. Как только вынесено решение суда, у нас в стране это проходит через решение суда, об усыновлении ребенку выписывают новое свидетельство о рождении, где в графе отец и мать уже будут вписаны ваши фамилии. С этого момента они начинают корежить вашу судьбу. Пока вы только... Нет, вопрос очень правильный. Потому что в России есть две формы. Есть усыновление, и тогда юридически они полностью считаются равноправными вашим биологическим детям. По всем правам. Они ни капельку не ущемлены, они как будто бы ваши дети в реальности. Даже свидетельство о рождении новое у них, где будут ваши фамилии и мужа. А вторая форма это опекунство. Вот при опекунстве вы не считаетесь их родителями, вы считаетесь их опекунами. Свидетельство о рождении новое не выдается. То есть у них будет свидетельство еще то. первое, где вписаны их настоящие родители, и они на вашу судьбу не влияют. Вообще опекунство это удобно в том плане, что если не пошло, то вы всегда можете, это специально для этого, от этого отказаться. А если прошло усыновление, то все это уже обратного действия не имеет. Вы не можете их вернуть в детский дом. Вернее как, вы можете их вернуть, но вам скажут, что когда им исполнится 18 лет, они въедут в вашу жилплощадь. Хотите вы того или нет. И будут претендовать на все ваше имущество. Хотите вы того или нет. Если произошло усыновление по решению суда. Я ответил на ваш вопрос? Все зависит от формы. Опекунство или усыновление. Усыновленные влияют. Да, у нас примеры есть очень неприятные. Когда собственный ребенок папу с мамой поднял до небес. Расчет будем осваивать в воскресенье. А потом... А потом... Там расчет, это надо на свежую голову. А потом усыновили, А там... Ну, от хороших детей не отказывались. А там показатели... И как только усыновили, сразу все пумс! У папы с мамой пумс! И упало вниз. Уже ничего исправить нельзя. Кстати, насчет пумс. Как только у этих пумс, у тех облегчение. У каких? У его детей. Да, у биологических. Все, они уже не считаются. Они вышли из-под влияния гороскопов этих вот детей. И под них попали теперь новые родители. Это вот так работает. Поэтому надо разбираться. Главное для чего? Чтобы понять, еще рожать или не рожать. Вот это вот.